Косаток и белух из китовой тюрьмы, возможно, перевезут в бухту Парис, возле острова Русский. Федеральные власти предложили обустроить здесь центр содержания морских животных. Однако, приморские ученые считают, место выбрано неудачно. Бухта Парис расположена близко к городу. В воде много мусора, в том числе нефтепродуктов от судов. Ученые предлагают другие варианты. Там, где есть хорошая проточная вода и чистая вода, То есть, это прежде всего там, где нет портов, где особо охраняемая природная территория, типа хотя бы памятник природы или заказник. Если взять бухту Ан, она находится в районе Левадии, сразу за левадийскими пляжами. Там чисто, хорошо, это тоже памятник природы, никаких промышленных предприятий там нет. 11 китов-косаток и 87 дельфинов-белух полгода живут в центре адаптации под находкой. Журналистам сотрудники центра рассказали, что их подопечные чувствуют себя нормально. Когда их привезли, они были совершенно дикие и к рукам не подходили. Сейчас же это животные, которые очень активно подходят к рукам, очень активно взаимодействуют с человеком. Однако на фотографиях зоозащитники увидели, что у некоторых животных кожа поражена инфекционными заболеваниями. Они считают, это результат переохлаждения. Чтобы согреться белухам и косаткам, надо много двигаться, а в тесных вольерах это невозможно. Что касается решения федеральных властей, то по сути это перевод из одной тюрьмы в другую, отмечают зоозащитники. Содержатся они в отвратительных условиях, это очень маленькие загоны сетчатые, напихано по 15-12 детей, которые буквально друг на друге вынуждены находиться. Напомним, в России вылов косаток и белух для последующей продажи запрещен, но можно получить квоту на их добычу с культурно-просветительскими целями. Руководители двух частных компаний, которые выловили этих животных, утверждают, что все сделали без нарушения закона. Это был заказ собственников океанариумов в Китае. Деньги по контрактам уже получены. Эксперты предлагают вместо организации нового центра провести реабилитацию прямо в бухте Среднее, там, где сейчас содержатся животные. Выпустить их на волю можно будет не раньше мая-июня. Есть большой шанс, что на свободе белухи и косатки научатся жить в естественной среде. В их спасении могут принять участие зарубежные специалисты. Губернатор Приморья обратился с просьбой о помощи ко всем океанологам мира. Своё согласие уже дал Жан-Мишель Кусто. Знаменитый океанолог пообещал приехать в Россию вместе со своей командой. Они готовы оценить состояние косаток и белух и разработать план по их реабилитации. А на днях стало известно, что судьбу животных к середине марта должен решить консилиум учёных из четырёх академических институтов. В его состав, в частности, вошли вице-президент РАН Академик Андрей Адрианов, директор Института проблем экологии и эволюции РАН Академик Вячеслав Рожнов, руководитель Тихоокеанского института географии РАН Академик Пётр Бакланов. Первое совещание проведут по селекторной связи. Дмитрий Беломеснов, Евгений Апарин. Новости на восьмом.